Известно, что 24-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля ВАЗ, двигался по автодороге обход Канска в сторону трассы R-255 Сибирь. На перекрёстке неравнозначных дорог водитель девятки не предоставил преимущества в движении автомобилю Hyundai. 67-летний красноярец водитель иномарки от столкновения уйти не успел. В результате ДТП обе машины оказались в кювете, а лада и вовсе опрокинулась. По сообщению очевидцев происшествия, в результате аварии травму получили три человека. По данным сотрудников ГИБДД, с тяжёлыми травмами в больницу был доставлен лишь виновник ДТП. Водителю и трём пассажирам корейской иномарки, в том числе двум несовершеннолетним, оказана разовая медицинская помощь на месте. Лечение им не назначалось. Отметим, все участники аварии были пристёгнуты ремнями безопасности. Признаков опьянения у красноярского автомобилиста не выявлено. По данным ГИБДД, мужчина в течение года к административной ответственности за нарушение требований правил дорожного движения не привлекался. У жителя Каннска взят забор крови для установления или опровержения состояния его опьянения. В течение года каннский водитель оказывался в поле зрения стражи порядка за управление транспортным средством, имеющим технические неисправности. Как сообщают в отделе ГИБДД, с начала года госавтоинспекторами за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользуемся преимущественным правом проезда перекрёстков, привлечено к ответственности порядка 80 водителей. Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов, телекомпания Каннск, 5 канал.